Сегодня освещаемые события переносят нас в темный и мрачный Нью-Йорк 1799 года. В конце 18-го столетия на улицах города бродило множество преступников. Ежедневно полиция натыкалась на трупы, привычное дело для бедных районов Большого Яблока. Несколько веков назад служители закона не заморачивались над поисками улик и кропотливым собиранием доказательств. Вскрытие мертвых убитых даже не приходило в голову с законником. Такие действия осуждались обществом и считались происками язычников и богохульством. Достаточно было того, что тело нашли плавающим в воде реки Гудзон, чтобы сделать выводы. Человек утонул, а значит причина смерти была уже ясна. Дело закрыто. Всех такие расклады вполне устраивали, кроме одного молодого констебля и кабота Крейна. Амбициозный сыщик не поддерживал методы, которые применялись к осужденным. На преступниках продолжали отрабатывать средневековые пытки, а за решетку переполненных тюрем зачастую сажали невиновных, жестоко выбивая из случайно попавшихся подозреваемых признания в содеянных преступлениях. Прямо во время суда констебль смело высказал свое недовольство происходящим суде и шефу полиции. Не желая впредь слушать этот бред о новом столетии и прогрессе человечества, заматеревелые начальники решили избавиться от надоедливого констебля. Его поставили перед выбором или остыть в холодной камере за неуважение к суду или отправиться на выполнение задания глухаря. В забытой богом глуши к северу от Нью-Йорка в Нагоре Агудзона было местечко под названием Сомная Лощина. Это было отдаленное поселение выходцев из Голландии. Там за последние две недели произошло три странных убийства. Все три жертвы найдены с отрубленной головой. Трудности молодого констебля не пугали, потому он без малейших колебаний согласился найти убийцу в Сомной Лощине. По прибытию в поселение Кабота встречают местные старейшины. Доктор Томас Ланкастер, преподобный Стенвик, судья Сэмюэль Филлипс, нотариус Джеймс Хандербрук, также местный банкир и землевладелец Балтус Ван Тассел. Компания рассказывает констеблю местную легенду о гельсинском наемнике, которого послала в эти земли немецкая принцесса, чтобы удержать американцев под игом Англии. В отличие от всех остальных наемников, этого не интересовали деньги, а притягивала кровавая бойня. Он скакал на огромном вороном жеребце по кличке Отчаянный. Наемник славился тем, что, врываясь на полном скаку в бой, отрубал головы врагам. Для пущего устрашения противников, мясник даже заострил зубы. Этот кровожадный отниматель голов встретил свою смерть весной 79-го, в западных лесах недалеко от сонной лощины. Ему отрубили голову его же мечом, с тех пор лес считается проклятым местом, там никто не смел появляться. Спустя 20 лет наемник пробудился с жаждой отомстить, он продолжил рубить головы любому встречному. Естественно, защитник научного подхода, констебль не поверил, что по поселку бродит мертвец без головы и без разбора убивает всех, на кого наткнется. Следующим утром снова происходит убийство. На место преступления сразу же прибыл молодой констебль. Жертвой стал Джонатан Масбетт. Как и в предыдущих случаях, голова убитого была похищена. Проведя исследование, Экобот обнаружил, что на месте среза головы рану прижгли, как будто клинок убийцы был раскален до красна. Однако на коже не осталось ни пузырей, ни ожогов. Суеверные местные сразу же подумали, что виной всему дьявольское пламя. После похорон Джонатана Масбета, судья Филлипс поведал констеблю, что в четырех свежих могилах лежат не четыре человека, а пять. Доточному Крейну пришлось провести эксгумацию тел и провести вскрытие вдовы Виншоп. Это помогло узнать, что женщина была беременной. Еще одна ниточка в этом запутанном клубке, на первый взгляд не связанных между собой убийств. Странным было то, что судья Филлипс знал о беременности Виншоп. Крейну нужно было узнать, откуда у судьи была эта информация и кто был отцом ребенка. Когда констебль собирался отыскать судью Филлипса и задать ему несколько вопросов, он обнаружил, что законник собирался покинуть сонную лощину. Нагнав Филлипса на выезде из поселения, Экобот начал допрашивать бледного от страха Филлипса. Судья все твердил, что мистический всадник убил вдову и то, что он узнал о ребенке, когда вдова Виншоп пришла к нему с просьбой защитить права ее чада. Судья уже было хотел рассказать всю правду констеблю, когда вокруг начало происходить что-то странное. Молнии засверкали в небе одна за другой. Стадо овец, что было неподалеку, всполошилось, словно чего-то испугавшись. Мгновение спустя из части леса появился тот, кого так сильно боялся судья Филлипс. Безголовый всадник на огромном черном коне. Смахнув мечом, всадник за секунду сбил с ног оторопевшего констебля и быстро нагнал судью, лишив его головы точным ударом клинка. Отрубленная голова докатилась до крейна и констебль увидел, наполненные предсмертным ужасом, глаза Филлипса. Мгновение спустя всадник без головы забрал голову убитого и ускакал прочь. От переполнения ужасом констебль потерял сознание. Следующие несколько дней Икабот Крейн боялся даже покинуть свою комнату в доме Вантасола. Настолько его впечатлила встреча с ожившим мертвецом. Жители сонной лощины было хотели уже отправить человека в Нью-Йорк за помощью. Как неожиданно констебль Икабот набрался храбрости и выразил желание начать поиски могилы мертвого всадника, чтобы противостоять убийце. Естественно, желающих помогать искать могилу наемника не снискалось. Добровольцем отозвался только храбрый младший Мазбет. Он желал отомстить за смерть своего отца, потому всячески помогал констеблю. В лесу двое наткнулись на пещеру, где обитала ведьма. Констебль подумал, что у колдуньи может быть информация о всаднике, которая поможет докопаться до правды. Ведьма подсказывает констеблю, что нужно искать дерево мертвых. Именно там находится могила наемника. Там Икабот находит похищенные головы убитых ранее людей и само захоронение всадника. Констебль разрыл могилу и обнаружил, что у останков не хватает черепа. Вот почему всадник отнимает головы у других. Он просто ищет свою. В эту минуту из корней дерева мертвых появляется сам гессинский наемник и уносится в сторону сонной лощины. Икабот вскочил на своего коня по кличке Порох и начал преследование. В этот раз безголовый всадник решил нанести визит акушерке Келлер и ее семье. Сделав затеянное, всадник уже было собирался покинуть лощину, но на его пути появился местный житель Брон. Пытаясь убить мертвеца, Брон сражаясь погибает от рук наемника. Икабот, который рвался помочь в бою с мертвецом, получает ранение. К счастью, удар раскаленным клинком всадника Икабот Украину удается пережить. Оправившись от ранения, Констебль понял, что всадник не хотел нападать на него и на Брона. Это означало, что действиями наемника управлял кто-то со стороны. И это был живой человек. В список подозреваемых попали все жители городка. Между первыми тремя жертвами всадника, Вангаретами и вдовой Виншоп, была родственная связь. У старого Вангарета было завещание на наследство, написанное на сына. Но так как сын Вангарет тоже умер, наследство должно было быть передано следующему родственнику. Чтобы узнать, на кого именно было переписано завещание старика Вангарета, Констебль отправился к нотариусу Джеймсу Харденбруку. У нотариуса помощнику сыщика попадается на глаза сумка покойного Джонатана Мазбета. В сумке было именно то самое завещание старика Вангарета, переписанное на вдову Виншоп. Еще в сумке было свидетельство о браке между стариком Вангаретом и вдовой Виншоп. Старый Вангарет тайно переписал все наследство на своего еще не рожденного наследника. После ссоры сына и отца Вангаретов из-за завещания Джонатан Мазбет был вызван в качестве свидетеля, чем и подписал себе смертный приговор. Теперь картина происходящего была ясна. Всех этих людей убирал со своего пути родственник Вангарета Балтус Вантасл. Наступившей ночью Констебля размышлял над всем происходящим, как вдруг услышал звуки движения внизу. Так как он жил в доме Балтуса Вантасла, то это давало ему возможность проследить за действиями подозреваемого. Фигура в плаще направилась в лес, но это оказался не Балтус. Икабот застал за неподобающим прелюбодеянием его жену, миссис Вантасл и преподобного Стенвика. На глазах у Констебля женщина в порыве страсти нанесла себе порез на левой ладони. Когда Крейн вернулся в свою комнату в доме Вантасла, он обнаружил, что улики, завещания и свидетельства о браке Вангарета исчезли. Констебль сразу понял, кто мог похитить такие важные доказательства вины Вантасла. Это была его дочь Катарина Вантасл, которая поняла, что Констебль подозревает в убийствах его отца. Утром следующего дня жена Вантасла намеренно показала Констеблю свой порез на руке и сказала, что знает о том, что Крейн наблюдал за нею прошлой ночью в лесу. В этот момент в дом вошел хозяин Балтус и сказал о том, что нотариус Хандербрук повесился прошлой ночью. Похоже, нервы старика не выдержали. Еще Вантасл рассказал, что вечером преподобный Стенвик собирает всех жителей лощины в местной церкви и то, что все прихожане будут голосовать против присутствия Констебля и Каботта Крейна в городе. Этот факт был снова очень подозрительным, но и Каботт уже знал о заговоре четырех старейшин, потому он не сильно удивился такому раскладу. Вечером перед собранием Балтус хотел поспешить свою жену, которая собирала дикие цветы на окраине города. Как вдруг за ее спиной появился безголовый всадник? В испуге Вантасл ускакал, будучи уверенным, что его жена уже мертва. Жители лощины спрятались в церкви и всадник не мог туда зайти, но он нашел способ, как выловить свою следующую жертву. Теперь, когда главный подозреваемый и его жена были убиты, подозрения Констебля падали на Катарину Вантасл. Она уничтожила важные улики и занималась магией. Такого Крейн уже не мог выдержать, так как у него за время пребывания в лощине появились чувства к дочери Вантасл. Констебль вызвал карету, чтобы вернуться обратно в Нью-Йорк и отгородиться от всего происходящего. По пути назад он увидел, как гробовщики грузят тело обезглавленной жены Вантасл, и по дороге его осенило. Не все то явь, что за явь выдается. Развернув карету, Констебль посетил дом Ланкастеров, где готовили тела погибших перед похоронами. Осмотрев рану на ладони мертвой женщины, опытный патологоанатом-самоучка быстро определил, что порез нанесли уже после смерти. Это означало, что тело не принадлежало жене Вантасл. Это была правда. Именно жена Вантасл направляла наемника на всех, кто мог помешать ей получить наследство Ван Гаррета. Последнюю, кого нужно было устранить, была Катрина Вантасл. По завещанию, она была наследницей своего отца. Только после ее смерти патчерица могла получить наследство. На самом деле, ее фамилия была Арчер. Она давно хотела отомстить Ван Гаррету за то, что в прошлом, после кончины кормильца Арчера, он выгнал осиротевшую семью на улицу. Никто из горожан не впустил их к себе из-за подозрений в колдовстве матери Арчер. Через год умерла и она. Сестры остались одни в западном лесу. В один из холодных дней они случайно стали свидетелями убийства. На их глазах убили гессинского наемника. Будучи еще маленькой девочкой, Джули Арчер пообещала душу сатане, если он поднимет гессинца из могилы, чтобы отомстить за нее. С помощью колдовства и похищенного черепа всадника, ей удалось направить наемника на тех людей, которых нужно было убрать с дороги. Несколько убийств Джули проделала сама, убив свою сестру и служанку дома. Безголовый всадник уже мчался за своей добычей, потому констебль едва успел застать Катрину в живых. В попытке спастись они попытались забаррикадироваться в помещении старой ветряной мельницы, но гессинца ничто не могло удержать. Пытаясь задержать наемника, они устроили пожар внутри мельницы, но даже пламя не причинило неудержимому всаднику никакого вреда. Пытаясь удрать от всадника на каретной упряжке, дорога привела констебле и Катарину к тому самому дереву мертвых, где захоронены останки гессинца. На том месте их встретила Джули Арчер, вдова Вантасл. Она искренне удивилась тому, что цели всадника еще живы. Крейн сбил ее с лошади и в борьбе ему удалось отнять у нее череп наемника и вернуть голову всаднику. Когда гессинец получил то, что так долго искал, он наконец смог вернуться обратно в ад. С собой он захватил лишь ведьму, которая нагло пользовалась его услугами. Что ж, пришло время заплатить обещанную цену. На этом эта захватывающая история заканчивается. И как будто Катарина взяли с собой сироту Масбета в Нью-Йорк. Там у них началась новая жизнь. Надеюсь, эта история вам понравилась. Еще один интригующий персонаж занял свое место в рядах моих героев. Всем спасибо за просмотр. На этом пока все. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok